Ну вот и четвертая серия, рассказывающая о нашем путешествии по Восточному Крыму на обновленном Peugeot Partner TP. Эмоции, впечатления, практические советы. Что касается крымских дорог, они узкие. На первый взгляд они кажутся достаточно хорошими. Вроде бы асфальт, вроде бы гладкое покрытие, но это покрытие, оно все в волнах. И на больших скоростях может возникнуть эффект трамплина. К этому надо быть готовым. И поэтому строго соблюдать скоростной режим. Еще одна особенность крымских дорог – это тягуны. Здесь, так называют, затяжные подъемы долгие. Въезжая вот на такой подъем, стоит включить или вторую, или третью передачу, ну, в зависимости от мощности мотора вашего, и идти на этой передаче практически до вершины горы. Следующее правило на таких тягунах. Дороги, как я сказал уже, узкие. И обгонять, как бы вам ни хотелось, как бы медленно ни шла идущая впереди машина, не стоит. Себе дороже, поверьте. Так вот, естественно, после горы вы оказываетесь на спуске. И чрезвычайно велик соблазн быстренько скатиться куда-нибудь к морю, доехать до места, нажать на гашетку. Нажимаем. И понимаем, что нужно постоянно оттормаживаться. Это не совсем правильно. На долгих спусках, постоянно держа ногу на тормозе, вы можете эти тормоза потерять. Они просто перегреются. Поэтому берем, включаем более низкую передачу и плавно, пользуясь тормозами и передачей, спускаемся. На всякий случай, если у вас все-таки с тормозами что-то случается, как правило, на всех крымских дорогах основных есть так называемые улавливающие тупики. Это карманы с подъемом, куда, в случае чего, вы просто сможете съехать и остановить машину за счет того, что там дорога идет вверх. На горных крымских дорогах не стоит особо надеяться на электронных помощников, на ЕСП, на АБС. Это связано прежде всего с тем, что со склонов на дорогу нацепляется очень много мелкой щебенки. И та же самая электроника, она не поймет вообще, что это. То есть, если вы резко будете тормозить, резко входить в поворот, вы можете уйти в боковое скольжение, из которого не выйти. Поэтому только плавно, только аккуратно работа педалями газа, работа тормозом, и все у вас тогда будет замечательно. В средневековье поселок Новый Свет был известен как деревня Парадис или по-нашему рай. Современное название появилось в середине 19 века, которое дал местечку владелец этих земель князь Херхиулидзе. Главная бухта Нового Света называется Зеленая. Чтобы позагорать в ней и выкупаться в чистейшей воде, отдыхающие из Судака готовы часами выстаивать в очереди на маленький автобус. Неподалеку от поселка расположены также Голубая и Синяя бухты. Все три разделены мысами Кабакая и Капчик. С востока Новый Свет загораживает гора Сокол, благодаря в частности которой местечко имеет свой уникальный микроклимат. Его окрестности были заселены еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют старые тропы и дороги, остатки строений, старинных водоводов и предметов домашнего обихода. После основания князем Голицыным завода шампанских вин Новый Свет стала развиваться как один из центров элитного виноделия Крыма. В советские времена в поселке были построены несколько пансионатов, а также развился отдых в частном секторе. В настоящее время именно он пользуется наибольшей популярностью. Средняя цена за домик с удобством для семьи из четырех человек – 500-700 гривен в сутки. Дороговато, если учесть, что питаться придется в кафешках. Но целебный воздух можжевелого заповедника, окружающего поселок, и роскошные пейзажи того стоят. Как и шампанское, которое здесь можно купить повсюду. С именем Голицына здесь связано очень много. Не очень понятно, почему в возрасте 33 лет, в 1878 году, вместе с дочерьми, князю Сергеевич Голицыным приехал недавно купленное имение «Новый Свет». У него было блестящее образование, он был очень хорошим юристом, политическим деятелем, и у него было действительно хорошее будущее. И вот так вот неожиданно раз и уехал фактически в никуда. Князь Голицын мечтал создать Академию виноделия в России. В этих целях он даже подарил часть своего имения и огромную, богатейшую коллекцию вин его императорскому величеству Николаю II. Но не получилось. К сожалению, он скончался в 1915 году. И может быть даже хорошо, что он не смог дожить до революции 1917 года, когда все в этой стране поменялось кардинально. Согласитесь, достаточно странно называть производство, где делают шампанское вино, словом, завод. Завод – это какая-то машинерия, железки. Тем не менее, завод существует, и существует уже не первое столетие. Вот туда мы сейчас и отправимся. Вот в этом туннеле, температура в котором 12-14 градусов, вино должно пролежать три года. За эти три года его будут переворачивать четыре раза, перекладывать, для того, чтобы осада, который, естественно, не прилипал к стенкам бутылки. А потом, вот, вместе с этой специальной технологической пластиковой пробкой, его и уберут. Пока оставим шампанское дозревать. Сразу здесь, находясь вот в этом помещении, невозможно постичь весь масштаб. А когда подходишь к карте, понимаешь, да, 24 туннеля, 7 тысяч метров. А вот здесь происходит ремюаж. Прошу просить мне, мой французский. В чем смысл этой процедуры? Это сведение осадка на пробку, ту самую технологическую пробку. Делается это на протяжении некоторого времени, и делается это постоянно. Смотрите, вот здесь такие дубовые пипитры. Я даже выду бутылочку, чтобы было видно, что здесь есть возможность бутылку ставить под разным наклоном. Вначале легонечко ударяется бутылка, чтобы осадок отлип, да, ну, чуть-чуть спустился вниз. Потом проворачивается и ставится под чуть более острым углом. И так, соответственно, несколько раз до тех пор, пока бутылка не будет стоять фактически вертикально. До революции территория украшала много подобного рода скульптур. Но почему-то после 17-го года они все пропали. Неизвестно, кто их украл. Может быть, просто разграбили, может быть, разрушили. Вот этот тритон был поднят со дна Черного моря и удружен сюда, на это место. Говорят, что если положить руку ему на сердце, и загадать желание, то оно и сбудется. Я не очень понимаю, где у него сердце. Наверное, где-то здесь. Загадал. Сегодня в Новом Свете выпускается 18 сортов игристых шампанских вин. Половина из них кротофорная, с годичной выдержкой и последующим дополнительным насыщением углекислотой. Остальная часть – с трехгодичной выдержкой в бутылках до конца созревания. Это классическая французская технология. Такое шампанское весьма недешево. Кстати, Россия сегодня основной потребитель новосветского всех видов. Вот если есть святая святых, то я думаю, что святая святых находится именно здесь. Дегустационный зал. Здесь не только дегустации, но и производственные совещания. Можете себе представить, как правильно, в какой теплой атмосфере здесь проводится совещание. Собственно говоря, что касается дегустации. Нужно заметить, что я впервые за 45 лет дегустирую, вернее пытаюсь изобразить дегустацию. Вначале нужно посмотреть и оценить цвет. Цвет красивый, я даже сказал, изящный. Интересно то, что это уже не первые дубы, как, наверное, догадываетесь. Я вижу, как снизу поднимается небольшой такой смерчик. А теперь я бы сказал, что я нюхаю для того, чтобы понять запах, но мне наверняка меня поправят и скажут, что я должен оценить букет, аромат. Как бы то ни было, пахнет очень здорово. И пахнет, в отличие от других шампанских вин, хорошим виноградом. Ну а теперь то, ради чего мы проделали этот большой путь. Это божественно вкусно. Я думаю, что в этот момент камера стоп. Невозможно так работать. Вы видели, что творится? Пьянство на рабочем месте. На себя посмотри. Шоу Бен Хилла. Добрый день, будьте добры. Арбузик подберете нам? И почему они с ручками? Вот купите, ручки предлагаю. Здорово, спасибо. Давайте, какой хороший? Мраморный. Мраморный. Ну давайте вот это. Сколько, значит? Три гривен за килограмм. Три гривен за килограмм берем. 18 гривен. Вот оно в чем дело. Обычный пакет. Оказывается, это ручки. Так, пожалуйста. Добрый день. Там ста есть у вас? Я уже знакомился. 8 утра. 8 утра до 9 до 10. Быстро разбирают. Горячие. Соберите по 5 пошел, чтобы не хватает. А вот там порошки у вас с чем? Это с грецким орехом. А грецким орехом. С творожного теста. Без мяса. А после обеда будет творожный запекан. Горячий. Виноградник почем? Вот такой 20. Вот такой 20? Так, а такой? Этот 22, этот 15, 18. 18. Ну что, нормально. А перец почем? 22. 22? Ой. А в Судаке дешевле вообще? Что? В Судаке дешевле? Я здесь торгую. Понятно, спасибо. Новосвестский рынок радует своим изобилием. Здесь есть практически все. Но все это много дороже, чем на остальных рынках Крыма. И чтобы это варится здесь, нужно иметь вот такой увесистый бумажник. Высоковатые цены на продукты почти на всех крымских курортах. А в Новом Свете особенно. Из-за заповедных мест в поселке нельзя держать ни птицу, ни домашнюю скотину. Да и места для огородов на склоне горы не найдешь. Все привозное. Но если отъехать километров на 5-10, можно купить необходимый набор продуктов. Куда дешевле на сельских рынках. Правда, это могут позволить себе лишь автомобилисты. Да, автобусное сообщение развито в Крыму неплохо. Однако едва ли кому захочется тащиться сумками в общественном транспорте. Но что касается природы, то заповедник Нового Света доступен за вполне приемлемую цену. Равно как и невероятная красота местных пейзажей. Новый Свет славен не только своим шампанским, своим прекрасным воздухом мажореловым, своим морем. Это в свое время была еще и кинематографическая мека. Здесь снимались фильмы пираты 20 века, спорт лото 82, остров сокровищ. И даже такой уже забытый, наверное, хит, как 3 плюс 2. В 1974 году территории Нового Света был присвоен международный и национальный природный статус государственный ботанический заказник Новый Свет. В настоящее время его западный участок стал заповедником, который занимает площадь 470 гектар. На охраняемой территории существует несколько десятков видов растений, занесенных в красную пиву. Прежде всего, это можжевельники, насыщающие воздух целительными для человека фитонцидами. Некоторым произрастающим в заповеднике экземплярам по много сотен лет. Судакская сосна или сосна Станкевича также уникальна. И возраст отдельных хвойных деревьев достигает 200-250 лет. Из редких травянистых растений встречаются асфоделина желтая, орхидея лимодорум, ковыль камнелюбивый, крокус сузианский и многие другие. Вход в заповедник сегодня платный, а по всему маршруту, вплоть до грота Шаляпина, проложена тропа, выходы за границы которой запрещены. Также закрыт для посещения и царский пляж Голубой бухты, которую посещал император Николай II, путешествуя вдоль побережья Крыма на судне. Однако ее видом, а также видом на гору Караулаба, можно насладиться с мыса Капчик. Ограничения для посещения этих мест введены не случайно. В 90-х годах прошлого века территория заповедника находилась в плачевном состоянии. Каждое лето тысячи диких туристов стремились не только пройти по уникальным местам, но и отломать на память кусок можжевеловой ветки, а то и просто развести из можжевельника костер во время посиделок. Часто таковые сопровождались неумеренными возлияниями и оставленными грудами мусора. Сейчас ситуация изменена в корне, что делает честь местным властям. Ну вот, коммунировка заканчивается. Очень жаль, очень-очень жаль. И так не хочется возвращаться в эту сырую осеннюю Москву. Может быть, попросим политическое убежище? Останемся здесь жить навсегда? В республике Крым? Да, я буду свадьбы везти. Ну, а я, наверное, готовить на эти свадьбы. Наверное, стоит об этом подумать. Но жене пока ни слова. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok